Продолжение следует... В современной электропроводке используются автоматические пакетники, которые в случае неисправности автоматически обесточат помещение. Количество таких пакетников должно равняться количеству электрических цепей. Таким образом, дом, питаемый пятью цепями, требует потребительский щиток на пять предохранителей. Часто в щитках используются и запасные пакетники, с тем, чтобы позже можно было присоединить дополнительные цепи. Но в то же время приборы, мощность которых составляет от 4000 до 6000 Вт, должны иметь отдельный предохранитель. В случае превышения нагрузки или замыкания, пакетник автоматически выключается. Устранив повреждения, пакетник включается в ручном режиме. Неудобство в использовании пакетника заключается в том, что его нельзя починить. Если он перегорел, его необходимо заменить, а преимущество заключается в его надежной работоспособности. Во время сборки щитка не забудьте установить пластину заземления. Именно к ней будут крепиться провода заземления от каждой цепи. А она, в свою очередь, будет соединена со средством заземления. Собранный потребительский щиток монтируем в предварительно замурованный кожух и начинаем подключение кабелей. Расскажем немного о схемах многоступенчатого прохождения электрического тока. Их несколько видов. Замкнутая кольцевая проводка цепи. Лучевая проводка. Петлеобразная проводка. В нашем случае применена лучевая проводка. Ее функция заключается в том, что в отличие от кольцевой цепи, возвращающейся обратно к потребительскому щитку, лучеобразная цепь направлена к последней розетке. Таким образом, каждая цепь подключается параллельно. В заключении мы устанавливаем декоративную накладку. Выравниваем ее по уровню и навешиваем защитную крышку потребительского щитка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...